Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Добрый вечер. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Актуальное интервью. На протяжении нескольких последних лет в нашем регионе успешно развивается экономическая деятельность, связанная с туризмом. В немалой степени это развитие связано с федеральной поддержкой, оказываемой нашему региону в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году в нашем крае продолжается реализация инвестиционных проектов. Важно то, что они реализуются не только в областном центре в городе Ульяновске, но и в муниципальных образованиях области. В этом году руководством области принято решение поддержать организаторов событийных мероприятий. На эти цели выделено около 48 миллионов рублей из средств федерального бюджета. Тему реализации в регионе национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжает директор агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин. По итогам 2023 года национальный проект в отрасли туризм в регионе исполнен в полном объеме. И мы вошли в топ-5 субъектов Российской Федерации со стопроцентным уровнем достижения показателей проекта. Президент России в своем послании к Федеральному собранию подчеркнул ключевые цели, которые планируются достичь к 2030 году в туристической сфере. И в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в стране планируется к 2030 году удвоить число туристических поездок до 140 миллионов, а также нарастить вклад туризма в валу и внутренний продукт. И важную роль в этом будет играть развитие в том числе и событийного туризма в регионах Российской Федерации. В текущем году прогнозируется рост спроса на событийный туризм в Ульяновской области порядка на 15-20%. Напомню, что в основном к нам приезжают с целями туризма из соседней Самарской области, более 20% Москвы, 17%. Их доля остается достаточно большой и неизменной в протяжении последних двух лет. Регион стали также чаще посещать жители Саратовской, Пенинской, Ленинградской, Нижегородской областей, Мордовича, Ваши, Татарстана. Здесь мы видим заметный рост спрос, в том числе и по итогам работы бизнес-миссий, которые были проведены в прошлом году. Среди гостей, которые прибывают в Ульяновской области, почти половина, 49% это семьи с детьми, 37% это молодежь до 35 лет. А за последний год увеличилось до 38% доля возвратных поездок. Это очень важный показатель для нас, что говорит о том, что у людей формируется привычка путешествовать в Ульяновской области. Развитие событийного туризма в регионе позволяет нарастить загрузку отелей, инфраструктуры. Сейчас этот показатель варьируется на уровне 67%, но мы думаем, что можем дотянуть и до 80%. А также повысить порядка 12% средний чек туриста и увеличить как минимум на 15% объем платных услуг в сфере туризма. Кроме того, туризм формирует и спрос на продукцию, и услуги множества других отраслей, смежных. Это и транспорт, и общепит, и культура, и промыслы, что фактически дает мультипликативный эффект для экономики региона. Исходя из этого, текущий год должен стать годом событийного туризма. Количество событий, привлекающих туристов в Ульяновскую область, в последний год увеличивается. Главное, растет их качество и является, конечно же, основным фактором принятия решения о посещении. И в этом году в событийный календарь включено 35 мероприятий, от реконструкции до музыкальных фестивалей. Среди таких мероприятий, получивших многочисленные награды и премии, можно выделить фестиваль «Бессмертный подвиг», безусловно, один из самых флагманских фестивалей, крупнейшая региональная IT-конференция России «Стачка», музыкальный фестиваль «Баржа Лайф», фестиваль «Еда и музыки Бульвар», фестиваль «Живая история Волжский путь», пляжный IT-фестиваль «Улкэмп», этнокультурный туристко-спортивный фестиваль «Пасурец прошлого-будущее», международный фестиваль «Аркадия» и многие другие. По итогам прошлого года эти и другие мероприятия посетили свыше 100 тысяч человек. Это жители и гости нашего региона. Ранее губернаторам Алексеем Русских было дано поручение организовать общественное обсуждение механизмов отбора проектов, достойных получить финансирование из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Было ли выполнено это поручение? Мы провели такие общественные обсуждения, в них приняло участие более 50 человек. В основном это организаторы событийных мероприятий, с учетом их мнения. Мы фактически придумали нормативный правовый акт о представлении субсидий. И сейчас этот документ проходит финальное согласование, и в ближайшее время будет принят. Хочу отметить, что в среднем бюджет событийного мероприятия, который привлекает от 15 до 25 тысяч человек, составляет около 8 миллионов рублей. Немаленькая цифра, поэтому единогласно все поддержали решение о финансировании за счет средств федерального бюджета на проведение одного мероприятия в размере не более 5 миллионов рублей, с обязательным условием софинансирования, в размере не менее 10% за счет собственных средств инициатора проекта. По итогам конкурсного отбора мы планируем поддержать проведение не менее 10 событийных мероприятий с охватом более 120 тысяч человек. При этом директор агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин обратил внимание на то, что немало событийных мероприятий проводятся не в областном центре, а в муниципальных образованиях. Но порой им не уделяется должного внимания. И это несправедливо. Сейчас в муниципальных образованиях проводятся событийные мероприятия, имеющие значительный потенциал роста, но о которых мало кто знает, и к ним можно отнести, в первую очередь, межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион», организуемый в Радическом районе, конкурс песни «Юловские зори» в Индинском районе, фестиваль праздника усадьбы у вашего Хулиановского района, ну и другие праздники и мероприятия, и фестивали. И надо сказать, что не во всех муниципальных образованиях событийные мероприятия организованы на должном, профессиональном уровне, недостаточно хорошо развитая инфраструктура, там проведена рекламная кампания. К тому же есть муниципальные образования, где событийные мероприятия фактически не проводятся совсем. Поэтому хотел бы обратиться здесь к главному администрации Ульяновской области. Сейчас есть возможность повысить уровень организации, качество ваших мероприятий, провести их благодаря оказанной региону федеральной поддержке. И хотел бы обратить внимание, что событийные мероприятия проводятся не только за счет средств бюджета, но и за счет привлечения в небюджетных частных источников, в связи с чем необходимо также рассматривать возможности активного привлечения бизнеса на эти мероприятия. А также важно понимать, что любое событийное мероприятие является способом привлечения к региону внимания со стороны общественности, медиа и инвесторов. И гости региона раскрывают его потенциал, формируется положительное мнение о регионе. Это подталкивает вернуться гостей снова и снова и приглашает с собой поездку друзей, близких, уже с новыми целями, не только событийными, а с культурно-познавательными, оздоровительными и другими. А вот что директор агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин ответил на вопрос о том, какой прирост туристов ожидается в нашей области в этом году. Каждый год мы для себя ставим задачу, чтобы не менее 8% прирасти. Это общий российский тренд, и мы стараемся ему следовать, и мы его соблюдаем, и этот показатель у нас получается не ниже запланированного. Показатель по турпотоку делится на два подпоказателя. Есть показатель количества размещенных лиц в коллективных средств размещения, по официальной данной статистики. Этот показатель у нас по итогам прошлого года составил 398 тысяч человек. И показатель по экскурсантам, которые, соответственно, не проживают в регионе, но посещают регион с туристическими целями. Их порядка 250 тысяч человек. Это те, кто приезжает к нам на круизных теплоходах, самостоятельно путешествуют, без ночевки, до 24 часов. То есть не остаются в Ульяновской области на ночь. Соответственно, по итогам прошлого года достигли показателя в 672 тысячи поездок в Ульяновскую область. То есть это не только те, кто у нас здесь оставался с ночевкой, это в том числе и те, кто приехал сюда с туристическими целями, но без ночевки. Соответственно, показатель 700 тысяч человек по итогам текущего года, я думаю, мы сможем увасилить. Но с учетом экскурсантов, самостоятельных путешественников, не только тех, кто остается в гостинице с ночевкой. Большой потенциал по привлечению туристов имеет Ундоровская зона. И вот что на заседании штаба по комплексному развитию региона сказал по этому поводу губернатор Алексей Русских. У нас очень потенциал, я считаю, для привлечения туристов это Ундоровская зона, с учетом того, что мы музействуем, с учетом тех экотроп, с учетом того, что там такая зона, где открываются у нас кости и динозавры. Я бы высказывал предложение о развитии этой зоны сделать прям проеханный офис. И целенаправленно, не точечно работать, а комплексно. Надо срочно включиться, получится сейчас музей построим, потом еще 10 лет будем там экотропы создавать. Там идей-то много хороших. Надо комплексно подойти. У меня состоялся разговор с министром культуры, с Любимовой. Нечто подобное реализовано в Пермском крае. Поток туристов просто колоссальный. Поэтому надо комплексно подойти и дороги, и парковки, посмотреть с местами проживания. Уникальный объект может получиться, который привлечет не только жители, а и поедут люди с детьми, в первую очередь. Не только по Волжии, но и, я думаю, всей России. Поэтому займитесь посерьезнее. Там в Ундрах действительно потенциал большой. С учетом планов собственников, достаточно большие вкладывают средства в инфраструктуру. И сегодня около вот этой въездной группы, где будет новое здание будущего политологического музея, фактически сносится старый кемпинг «Чайка» и заново перестраивается. Будет новый абсолютно объект. Он получил федеральную поддержку. Будет вложено туда 50 миллионов рублей частных. И в том числе с учетом бюджетирования там порядка 10 миллионов рублей федеральных средств вкладывается. Это будет классный проект. Я говорю о комплексном подходе. Сейчас уже сформировать дирекцию этого Ундоровского парка. Чтобы она начинала работать на методологии проектного офиса. Все министерства туда подключить. И Минтранс, и Минсоц, и Минзав. И координировать программу, чтобы эту зону мы максимально быстро реализовали. Чтобы она уже была закончена туристическим объектом полноценным. У нас дирекция это есть на уровне руководителей фонда Культурная столица. Ну, я думаю, что надо повысить уровень просто дирекции. Ну, повышайте. Найдите эффективного менеджера, который уже подобные проекты реализовывал. Посмотрите, как в других регионах это делается. Чтобы мы не изобретали велосипед, который уже давно были, продумали и знают, как это делать. Привлеките специалиста. Принято. В нашем эфире нередко звучат материалы, рассказывающие о деятельности транспортной полиции. Но недавно выяснилось, что многие наши радиослушатели не знают о том, что транспортная полиция – это самостоятельная система органов внутренних дел, созданная для обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью на железнодорожном, воздушном, речном и морском транспорте. Об особенностях деятельности органов внутренних дел на транспорте я прошу рассказать начальника Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте, полковника полиции Михаила Угленкова. Добрый день. Наш линейный отдел обеспечивает общественный правопорядок в зоне ответственности. В нее входят более 600 километров железных дорог, проходящих по территории Ульяновской, Самарской областей и Республики Татарстан, на которых расположено 45 пассажирских и 20 грузовых станций, 9 железнодорожных вокзалов, 5 крупных железнодорожных мостов. В нашем линейном отделе существуют такие структурные подразделения, как уголовный розыск, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отдел по борьбе с преступными посягательствами на грузы, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, отделение по делам несовершеннолетних и крупный блок подразделения охраны общественного порядка. Также, в отличие от территориальных органов внутренних дел, у нас имеются подразделения, которые занимаются сопровождением поездов дальнего следования. То есть, существуют специализированные наряды полиции, которые охраняют порядок и общественную безопасность граждан, находящихся в пути, чтобы пассажир во время движения, будь то поезд, самолет, либо речной транспорт, чувствовал себя в безопасности и также ощущал безопасность своего имущества. Мы являемся воротами в нашу область, то есть, это аэропорты, железнодорожные вокзалы, речные порты. Каждый прибывающий в нашу область гость, либо ее житель, сталкивается с работой транспортной полиции. Непосредственно, прибывая на вокзал, вы видите, как осуществляется пропускной режим на наш объект. Это так называемые рамки, это досмотровые мероприятия, несение службы профессиональных кинологов. После прохождения данных мероприятий человек следует в вагон, в поезд. В пути следования нарядами полиции осуществляется проверка документов и охрана общественного порядка во время движения поезда. То есть, человек, опять же, наблюдает непосредственную практическую деятельность наших сотрудников, уже непосредственно в вагоне. По выходу из состава, также он сталкивается все с теми же досмотровыми мероприятиями. Может быть, в какой-то мере это доставляет неудобства гражданам, но зато качественно повышает уровень безопасности следования железнодорожным транспортом. Какие еще есть особенности в деятельности транспортной полиции? Что касается преступности, то все преступления, как правило, происходят в движении. То есть, если злоумышленник едет в поезде и совершает преступление, допустим, взять банальную кражу сотого телефона у спящего пассажира, то когда пассажир просыпается, с момента совершения преступления проходит, как правило, длительный период времени, за который злоумышленник, возможно, уже и вышел на предыдущей станции. И только после этого пассажиры обращаются к нам, хотя уже истек длительный срок по времени. Движение поезда прошло на длительное расстояние, и вся сложность заключается в том, что в данный поезд заходят пассажиры, из него выходят пассажиры, состав меняется. А перед транспортной полицией стоит задача найти злоумышленника и вернуть похищенное потерпевшему. Как правило, по тем уголовным делам, которые находятся в производстве нашего следствия, потерпевшие являются жителями одной области. Лица, подозреваемые в совершении преступления, как правило, являются жителями совершенно другого региона. Ну и, соответственно, свидетели по данному уголовному делу могут быть раскиданы по территории необъятной нашей Родины. В связи с чем, в ходе расследования преступления наши сотрудники осуществляют неоднократные командировки в различные регионы нашей страны, где осуществляют свою деятельность и собирают доказательную базу для направления уголовного дела в суд, что ярко отличает нас от тех же структурных подразделений, которые ограничиваются в пределах обслуживания конкретного района, микрорайона, города либо области. Также, что нас отличает от территориальной полиции, мы несем службу на реке. То есть у нас есть речные подразделения, в задачу которых входит борьба с браконьерами, которые осуществляют незаконный вылов водных биологических ресурсов. И осуществление правопорядка на речном транспорте, то есть проверка документов у водителей речного транспорта, всех необходимых разрешений для осуществления передвижения по реке на водном транспорте. А какие преступления чаще встречаются в практике работы транспортной полиции? Это хищение личного имущества граждан в пассажирских поездах во время следования, ну и незаконный вылов водных биологических ресурсов. И также большой блок, связанный с незаконным оборотом наркотиков в транспорте, либо на объектах, обслуживаемых транспортной полицией. Да, работа транспортной полиции многогранна, сложна, и как поется в той знаменитой старой песне, и опасна, и трудна. Но тем не менее, я знаю, что сотрудники транспортной полиции гордятся своей службой, приходят и служат здесь многие-многие годы. Скажите, Михаил Александрович, а как вы пришли в транспортную полицию? Родился и вырос я в городе Ульяновске. После окончания средней школы я поступил в Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД, где прошел обучение в течение двух лет и прибыл на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска Заволжского РУВД города Ульяновска. В отделении по борьбе с преступлением против личности, так называемом убойном отделе, я прослужил до 2009 года, после чего я проходил службу в УМВД России по Ульяновской области. В 2011 году был период времени, где я в течение полугода проходил службу на Северном Кавказе. По возвращении откуда был назначен на должность начальника уголовного розыска отдела полиции номер один по обслуживанию железнодорожного района города Ульяновска. В этой должности и должности замначальника отдела полиции я прослужил до 2016 года. В 2016 году я вновь вернулся на службу в УМВД России по Ульяновской области в управление уголовного розыска, где прослужил год. Только в 2017 году я перевелся на должность начальника отдела уголовного розыска Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте. После чего за истекший период времени я прошел путь от начальника уголовного розыска, Я заместитель начальника полиции по оперативной работе, начальника полиции. И только в январе 2024 года я назначен на должность начальника Ульяновского линейного отдела. В связи с приближением лета, когда пассажиропоток на транспорте традиционно возрастает, напомните нашим радиослужителям, будущим путешественникам, несколько простых правил безопасности в пути. Все советы эти банальные. Я думаю, каждый здравомышленный гражданин прекрасно понимает, что надо делать. Во-первых, не оставлять свои личные имущества без внимания на длительный срок, не доверять случайным пассажирам, не называть персональные данные своих банковских карт для предотвращения снятия с них денежных средств. Ну и так как транспорт является объектом повышенной опасности, не терять внимания, наблюдать всегда за своими несовершеннолетними детьми, и все будет хорошо в пути следования. А мы, с своей стороны, как сотрудники транспортной полиции, обязуемся, чтобы ваш путь от места назначения до места отдыха был не омрачен никакими несчастными случаями. Всего вам самого хорошего. Страницы прошлого листая Много лет в северной части города, в начале проспекта Нариманово, возвышался громадный металлический каркас. Он должен был стать административно-лабораторным корпусом Ульяновского центра микроэлектроники. Предприятие, которое могло стать одной из великих строек советской эпохи, а в дальнейшем научно-производственной основой внедрения новейших прогрессивных микроэлектронных технологий в нашей стране. А некоторые эксперты даже говорили об Ульяновском центре микроэлектроники как о будущем конкуренте американской Кремниевой долины. Но амбициозным планам не суждено было исполниться. Простояв много лет, гигантская, прожаревшая от времени металлическая конструкция, в конце концов, была снесена. Но весь ход строительства уникального научно-производственного комплекса сохранен в документах Государственного архива новейшей истории Ульяновской области. И сегодня мы вместе с архивистом первой категории отдела использования и публикации документов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Денисом Ореховым познакомим вас с этими документами. История Центра микроэлектроники, или, если говорить коротко, УЦМ, началась в середине 1970-х годов XX века, когда Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и первый секретарь Ульяновского областного комитета КПСС Анатолий Андреанович Скачилов обсуждали вопрос о создании в Ульяновске нового высокотехнологичного предприятия. Вместо нашего города стройка могла начаться в Новосибирске или и вовсе на территории Белоруссии. Однако новый руководитель Ульяновской области Геннадий Васильевич Колбин смог убедить союзное руководство остановиться именно на Ульяновском варианте. 22 мая 1987 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР номер 601, согласно которому в сжатые сроки планировалось осуществить проектирование и строительство в Ульяновске научно-производственного комплекса Центра применения микроэлектроники и автоматизации в машиностроении. Центр создавался в целях ускоренного формирования микроэлектронной базы отечественного машиностроения и расширения областей, где могла применяться микроэлектроника. В задачи Центра входили проведение фундаментальных и прикладных исследований, разработка и производство полупроводниковых интегральных датчиков, унифицированных электронных модулей и компонентов электронной аппаратуры, методическое руководство по применению микроэлектронной техники в промышленности, подготовка кадров для машиностроения. В состав нового предприятия должны были войти 5 научно-исследовательских комплексов. Среди них были научно-исследовательский институт полупроводниковых интегральных датчиков с опытно-экспериментальной базой, научно-исследовательский институт комплексной миниатюризации аппаратуры управления, научно-исследовательский институт специальных материалов с конструкторско-технологическим бюро, центральное конструкторское бюро электронного машиностроения с опытно-производственными базами, а также научно-исследовательский центр автоматизированного проектирования. Создавался также межотраслевой учебно-методический центр подготовки и переподготовки кадров в области микроэлектронной аппаратуры управления. В учебно-методическом центре должны были учиться не только отечественные специалисты, но и представители стран-членов Совета экономической взаимопомощи. Подразделения УЦМ должны были обеспечивать практически весь технологический цикл создания электронной техники, от проектирования до изготовления и испытания. Планируемый штат ученых, инженеров, рабочих и служащих УЦМ составлял 20 тысяч человек. Строительство было приурочено к 125-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, в честь празднования которой планировалась реконструкция и благоустройство города Ульяновска. Под эгидой УЦМ планировалось построить гостиницу международного уровня, лаборатории и учебные аудитории, спортивные учреждения, школу-интернат для одаренных детей, собственную типографию для издания научных трудов работников. Московский проектный институт имени архитектора Мизенцева проектировал строительство нового жилого района на 100 тысяч жителей, где должны были быть воздвигнуты дом ученых, стадион, кинотеатры, детские сады, школы и больницы. От проспекта Нариманово до реки Волги должна была протянуться эспланада. Планировалось построить аквапарк и набережную с новыми пристанями, а также молодежный комплекс. На строительство выделялся 1 миллиард 180 миллионов рублей. Ввод действия первых мощностей УЦМ был запланирован на 1990 год. Был составлен перечень организаций, которые привлекались к проектированию объектов производственного и социально-культурного назначения. Предприятия Государственного строительного комитета СССР отвечали за генеральный план строительства, архитектурно-строительную и санитарно-техническую части объектов производственного назначения УЦМ. К их компетенции относилось строительство фундаментов и установка металлических конструкций, строительство сооружений водоснабжения и канализации. Госстрой СССР давал рекомендации по защите нового предприятия от вибраций и пожаров, занимался вопросами освещения и шумоизоляции. Министерство энергетики и электрификации СССР отвечало за энергоснабжение и теплоснабжение. Министерство по монтажным и специальным работам СССР занималось печным оборудованием и тепловой изоляцией. Для ускорения процесса строительства был досрочно введен в строй завод крупнопанельного домостроения и сформирован новый общестроительный трест. В октябре 1988 года началась разработка котлована корпуса номер 202 и бурения скважин системы водопонижения для строительства ряда других корпусов. Были смонтированы каркасы первого и второго инженерно-лабораторного корпусов. Началось испытание свай на межотраслевом учебно-методическом центре подготовки и переподготовки кадров. Для водовода было проложено полтора километра труб. На стройплощадках по левому берегу реки Сельдь был произведен намыв территории. Велась работа по устройству ростверков на одном из производственных корпусов. Из зоны застройки было переселено 300 семей. Для подготовки квалифицированных кадров для будущего предприятия в 1988 году в городе Ульяновске был открыт филиал Московского государственного университета. К 1 января 1989 года было забито 322 сваи из 1250 на корпусе номер 202. В инженерно-лабораторных корпусах по улице Орлова были смонтированы и остекленены оконные блоки, выполнены вентиляционные работы. Заканчивалась вкладка кирпича для столовой. На механо-заготовительной базе УЦМ продолжался монтаж металлоконструкций. Было закончено строительство фундаментов для возведения решетчатой конструкции из труб типа Кисловодск. Была начата забивка сваи под инженерно-лабораторный корпус по улице 12 сентября. К марту 1989 года были выявлены типовые технологические процессы изготовления полупроводниковых, тонкопленочных, пьезоэлектрических и оптоволоконных интегральных датчиков. Начались работы по сооружению магистральной объездной автодороги, мостов через реки Свияга и Сельдь, подъездных железнодорожных путей. Была определена очередность сооружения теплосетей и подстанции высоковольтных линий ко всем площадкам первоочередного строительства. Были заключены договоры на строительство объектов агропромышленного комплекса. Ульяновский обл.исполком передал Центру микроэлектроники в подсобное хозяйство колхоз имени Ленина в Сенгелеевском районе. Весной 1989 года специальная комиссия посчитала целесообразной организацию в городе Ульяновске Совета по защите диссертаций и присуждений ученой степени кандидата наук по трем важнейшим для создаваемого комплекса отраслям. Информационно-измерительные системы, элементы и устройства вычислительной техники и систем управления, системы автоматизации и проектирования. Часть корпусов нового комплекса должна была располагаться в центральной части Ульяновска. Однако городской комитет по охране природы, санэпидемстанция и главный архитектор города высказали мнение, что выбор площадки для строительства ряда корпусов экологически не обоснован. При аварийном выбросе токсичных и взрывоопасных газов радиус опасного действия вредных веществ мог достигать нескольких километров. Чтобы нивелировать опасность, были разработаны технологические решения по сокращению применения гидридных газов на производстве. Но это не решило проблему. Было принято решение разместить так называемые особо чистые производства за чертой города. К экологической обстановке вокруг стройплощадки было приковано пристальное внимание. Обязательным условием было наличие лесного массива, равнинного рельефа и достаточно высокой абсолютной высоты местности, для защиты окружающей атмосферы от загрязненного воздуха с ульяновских промышленных предприятий. Институтом промстройпроект был предложен список мест, где могли быть размещены корпуса особо чистого производства. Лучшим вариантом был выбран участок земли в 6 километрах с севернее села Титюшское Ульяновского района. Наличие крупного лесного массива между строительной площадкой и Ульяновском обеспечивало достаточную чистоту воздуха. Место строительных работ находилось вне зоны санитарной охраны источников водоснабжения. В 6 километрах к северо-востоку от объекта проходила линия электропередачи, а в 2 километрах восточнее было запроектировано строительство газопровода. Казалось, что место под стройплощадку было найдено, однако и этот вариант был отклонен. Всему виной было отсутствие экологической экспертизы. Со строительством домов для сотрудников УЦМ также возникла заминка. На территории микрорайона Искры дома нельзя было сдать в эксплуатацию, поскольку рядом с местом строительства находились военные локаторные установки, и жилье находилось бы в зоне влияния электромагнитного излучения. В начале 1990 года началось возведение учебно-производственного комбината на территории школы номер 4. К октябрю 1989 года были введены в эксплуатацию 1 и 2 инженерно-лабораторные корпуса по улице Орлова. База управления Волга-Сантехмонтаж, птицефабрика в селе Большие Ключищи, а также Каролинское шоссе и мост через реку Сельдь. На ТЭЦ-1 начал работать новый котел. В центре микроэлектроники трудились более 1500 человек. Среди них было 4 доктора технических наук и 25 кандидатов технических наук. Более 60% работников были в возрасте до 40 лет. В 1991 году финансирование строительства и деятельности УЦМ прекратилось. Было принято решение о разделении комплекса на ряд малых предприятий. На базе одного только научно-исследовательского центра автоматики и приборостроения стали работать около 20 предприятий и фирм. Были установлены контакты с ульяновскими, отечественными и зарубежными организациями, которые были заинтересованы в продукции бывшего центра микроэлектроники, в общепромышленных, экологических и специальных датчиках, преобразователях давления и приборах грозы защиты. С целью продолжить работу Научно-исследовательского института полупроводниковых интегральных датчиков, в 1991 году три малых предприятия объединились в совместное предприятие «Микроэлектронные датчики и устройства», ставшее впоследствии Обществом с ограниченной ответственностью «МИДАУС» в составе промышленной группы «МИДА». История становления и развития нового предприятия была непростой. Основатель компании, доктор технических наук и бывший заместитель директора Научно-исследовательского института по научной работе Владимир Михайлович Стучебников и другие руководители предприятия решили разрабатывать и производить малогабаритные датчики давления, изготовленные с применением технологии под названием «Кремний на Сапфире». Производство разместилось на приспособленных площадях бывшего центра микроэлектроники. Продукция компании впоследствии использовалась более чем на 700 предприятиях России. На атомных электростанциях, металлургических комбинатах и нефтегазодобывающих предприятиях. В 2002 году крупнейшим заказчиком продукции стал Китай. Специально для клиентов из Китайской Народной Республики было разработано устройство для измерения давления в нефтяных и газовых скважинах. Был разработан и прошел испытание медицинский прибор КС-01МИДА – электроакупунктурный стимулятор. Он применялся для лечения астмы. В 2003 году на предприятии работали 200 исследователей, инженеров, техников и рабочих, в числе которых были один доктор наук и пять кандидатов наук. С 2013 года в системе жизнеобеспечения Международной космической станции используются датчики давления, разработанные и изготовленные в городе Ульяновске. Потребителями продукции промышленной группы МИДА в России являются предприятия нефтяной, газовой, металлургической промышленности и энергетики, в том числе атомные электростанции, коммунальные и тепличные хозяйства. Приборы с маркой МИДА отмечены отечественными и международными наградами. История Ульяновского центра микроэлектроники завершилась. Но его наследие было сохранено неравнодушными людьми, талантливыми учеными и инженерами, работниками этого предприятия. Пройдут годы, и, возможно, Ульяновск снова станет местом притяжения для лучших умов страны. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Российские и советские барды. Наконец-то и к нам пришла весна. И поэтому сегодня я хочу вместе с вами вспомнить песню «Весенняя танго», которую, я думаю, знают практически все. И если ее название может показаться кому-то незнакомым, то если спеть несколько строчек песни, уверен, что вы сразу ее вспомните. Например, Этот замечательный гимн «Весне» всегда ассоциировался у меня с голосом Анны Герман или с дуэтом Сергея и Татьяны Никитинах. Позже его прекрасно исполнили барды в песнях нашего века. Но кто был автором песни, я никогда не задумывался. И когда решил узнать ответ на этот вопрос, меня ожидало весьма любопытное открытие. Оказывается, эту песню написали в начале 70-х годов прошлого века актриса Людмила Иванова и ее муж-физик Валерий Миляев. Да-да, та самая Людмила Иванова, которую мы знаем как прекрасную комедийную актрису, которой обычно доставались характерные роли. Например, в памяти сразу возникает образ неугомонной общественницы из фильма «Служебный роман». Людмила Иванова с детства была музыкальным ребенком и писала песни. Особенный ее талант проявился после того, как она второй раз вышла замуж за физика Валерия Миляева. Он тоже очень любил музыку. Как правило, Валерий Миляев писал тексты, а Людмила – мелодии. В некоторых источниках говорится, что весеннее танго они написали вместе, а где-то пишут, что автор только Валерий Миляев. Хочу немного рассказать о Валерии Александровиче Миляеве, советском и российском физике, докторе физико-математических наук, профессоре, директоре Тарусского филиала Института общей физики Российской академии наук. Родился Валерий в Куйбышеве, ныне это город Самара. Вырос и жил в Москве. В 1955-1961 годах учился на факультете физики МГУ. После окончания университета поступил на работу в физический институт имени Лебедева Российской академии наук. Сотрудничал с Леонидом Келдышем. С 1987 года он ведущий научный сотрудник, а в 1989 году назначен директором филиала Института общей физики Академии наук в Таруси. В том же году он стал заместителем директора Института общей физики Академии наук по научной работе. В 1994 году назначен руководителем только что созданного отдела экологических и медицинских проблем института. Стихи и песни Валерий Миляев начал писать еще в 1960 году. Он один из создателей агит-бригады физфака, автор студенческой оперы «Архимед» совместно с Валерием Каннером. Кстати, на премьере оперы присутствовал знаменитый датский физик Нильс Бор, давший высокую оценку спектаклю. В 2003 году Валерий Александрович выпустил книгу «Ласкающийся еж», в которую вошли стичи, рассказы, статьи, а также тексты песен и материалы к музыкальным спектаклям, написанные им примерно за 40 лет. В последние годы он тесно сотрудничал с детским музыкальным театром «Экспромт», для которого писал песни и либретто. Долгое время песня «Весенняя танго» была бардовской и исполнялась на посиделках под гитару. Однажды узнав, что Олегу Далю предстоит запись на телевидении, Людмила Иванова предложила ему спеть эту песню. Они с мужем позвали артиста в гости, чтобы показать ему песню «Приходит время». Но Олегу Далю она не понравилась. «В то время, как мне вот-вот исполнится 33 года, возраст Христа, и я думаю, как мне дальше жить, что делать, мне предлагают петь такую легкомысленную песню», — сказал он. Но все-таки согласился ее исполнить, предложив такой вариант — он будет петь и ехать на велосипеде по ржаному полю. Однако в те времена музыкальных клипов, как он хотел, еще не снимали, так что идея с песней потихоньку заглохла. Но песня не потерялась, ее взял в свой репертуар Сергей Никитин. Песня многим понравилась и стала заслуженно популярной. А я предлагаю сегодня послушать эту песню в исполнении ансамбля бардов «Песни нашего века». Подпевать обязательно. Вот идет по свету человек-чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Вечернюю программу для вас подготовил и провел журналист Евгений Слюняев. Сколько сердце валит, голову не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время дозревается весна. Поезжай в Австралию без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь веселых дорог. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают и не до сна. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают и не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время дозревается весна.